Общественное движение «Украинский выбор» выступило инициатором объединения усилий общественных организаций, объединений и движений всей Украины. За две недели к нам присоединилось уже более 80 организаций. В процессе подписания соглашений о партнерстве и сотрудничестве мы узнали, как много общественных организаций существует в нашей стране. Сегодня редакция сайта «Украинский выбор» презентует новый проект «Портреты общественных организаций». Мы предлагаем руководителям общественных организаций, объединений, ассоциаций, сообществ граждан выступить участниками этого проекта и использовать сайт «Украинского выбора» как трибуну, публичную площадку для презентации своих организаций. Расскажите нам, расскажите всей Украине о своих организациях, о том, как они создавались, о проектах, которые вы реализовали и о тех проектах, которые вы планируете реализовать вместе с общественным движением «Украинский выбор». Найти нас очень просто. Достаточно написать нам письмо на электронный адрес выборюасобачка.gmail.com или позвоните нам 234-98-58, код Киева 044 или еще один телефон 050-934-9944. Сегодня две общественные организации уже презентуют свои портреты. Присоединяйтесь! Меня зовут Лепчевский Юрий. Я представляю общественную организацию Центра социально-консервативной политики. Организация работает уже 4 года и мы занимаемся организацией круглых столов, дискуссионных клуб на темы, которые мы считаем важны для украинского общества и во внешних взаимоотношениях. Сегодня подписали соглашение с «Украинским выбором». На самом деле я считаю, что «Украинский выбор» в сути первая общественная организация, которая очень серьезно в масштабах страны подняла целый ряд вопросов, которые и мы у себя на заседаниях некратно поднимали. Но я повторяю, у нас дискуссионный клуб, а общественный выбор, «Украинский выбор» планирует их двигать уже с точки зрения реализации. Это вопросы референдума, то есть прямого влияния народа. Это вопросы федерализма, вопросы интеграции, потому что нам близки наши организации, близок восточный вектор и, как я вижу, украинскому выбору также. И вопросы равного доступа к языкам. То есть мы выступаем также за введение русского языка в русского языка как второго государственного. Я Лукашевич Надія Ивановна, глава правления всеукраинской организации «Спилка громадской организации Украины. Народная рада». У нашей организации в «Спильце громадских организаций» больше четырех тысяч благодейных фондов, фундаций, союзов и громадских организаций, как международных, так и всеукраинских и очень много областных и районных организаций. У нас было основное завдание таки – это консолидовать громадянское суспільство, научить и помогать формировать средний класс и сделать активную украинскую интеллигенцию с метою поднятя имиджа государственной влады и снятия напруги в суспільстве. То есть, чтобы страна не делилась 50 на 50. Если 50 на 50, то в результате отримуем 0. Все страны с тренировой летят вперед, а мы стоим на месте, потому что мы никак не найдем точки, что нас объединяет. Мы часто повторяем, что минуле было надзвичайно сложное в нашей стране. И таким чином оно не может нас объединять, оно нас объединяет. Одна частина Украины на людину дивится, как на героя, а другая дивится, как на зрадника цієї страны. Тому нас минуле не объединяет, хоть оно было героическое, но не объединяет. Сегодня очень много суеты и очень много несправедливостей в суспільстве. Поэтому тоже не может объединять суспільство. А от должно быть в будущем. А в будущем у нас тоже не все так прекрасно, как мы говорим про будущем. Сегодня есть большой борг в Украине, который должен объединять нацию. Потому что всегда хлопоти или счастья объединяют нацию или родину. Так от сьогодні настав тот решительный час, что нужно объединять все громадянское суспільство и всю страну в целом. Навколо конкретного плану дій, навколо конкретної идеи. Мы очень патріотично налаштованы, потому что громадские организации разом співпрацюють уже больше 10 лет. Тому мы все шукали, как нужно придумать идею, чтобы она объединять всю нацию. И вот когда мы увидели впервые на бейбордах украинский выбор, мы были очень красиво удивлены. Это просто и вместе с тем очень глубоко. И только украинский выбор, сама глубокая философская идея, что мы все должны делать по наших украинских традициях. Вот только наш украинский выбор может стать украинской национальной идеей, которая может объединять нашу нацию, украинскую нацию. Мы и долучаемся до этого руха с тем, что большая масса людей, у нас больше 2 миллионов людей, которые входят в объединение. Мы сегодня каждый день около этой идеи спилкуемо. То есть народный або украинский выбор, это позволит разбудить громадянское общество. Мы очень поддерживаем идею проведения рехворендумов между выборами, например, в Верховную Раду. Потому что, насправді, много бед как раз через то, что недостатньо працюет влада на местах. И вот влада на местах, которую не знатиме влада, потому что можно провести рехворендум и их отправить в отставку, а куда доброго не только в отставку, а еще и в дальнейшем кудись в какие-то краи, то таким чином они будут частейшими. Чем лучше будет працювать громадянское общество, тем будет частейшая влада. Это та щука, которая не даёт карасю спокійно спать. Я думаю, что мы победим. Это та идея, которая объединяет нацию, и нас чекает велика победа, потому что народ того вартий.